Казанский университет опубликовал основной приказ о зачислении на бюджетные места. Итоги зачисления на бюджетную форму обучения расскажем в следующем сюжете. В этом году на бюджетные места бакалавриата и специалитета Казанского университета поступило более 3400 абитуриентов. КФУ стал лидером среди вузов России по количеству заявлений, поданных через портал госуслуги. Их оказалось более 12 тысяч. Практика показала, что электронный способ подачи документов увеличил оперативность процесса. Нет, так сказать, живых очередей, нет вот этого операционного разрыва в моменте подачи оригиналов, согласий. То есть не требуется ввести оригинал из города в город, и можно это сделать едино-секундно, потому что заявление о согласии 11 числа мы принимали в 17.59. Есть даже заявление, которое приходилось вычислять до секунд. То есть 17.59 и 38 секунд – это последнее заявление было подано. То есть если бы человек не успел подать заявление буквально за 20 секунд, то мы бы уже не принимали его к участию. В этом году правила приемной кампании по России предусматривали всего одну волну зачисления на бюджетные места. Вузы, не справившиеся с государственным заданием, были вынуждены объявить дополнительный набор абитуриентов. Бюджетных мест на бакалавриат и специалитет в Казанском университете больше нет. И у абитуриентов, не успевших подать документы в срок, остался шанс поступить лишь на контрактную форму обучения. «Страдают от зачисления в одну волну абитуриенты-середнячки и хвост, потому что они, как правило, не определены в своих направлениях и в вузе. Они, как правило, еще бегают из вуза в вуз. И вторая волна давала такой призрачный шанс. То есть дети, у которых не выдерживали нервы, могли забирать документы, соответственно, и могли не проходить и во вторую волну здесь, хотя могли бы оставаться. Либо, наоборот, те дети, которые надеялись на вторую волну, были вытеснены теми, кто не проходил в первой волне, допустим, в вузах центральных регионов в Москве и Питере». По итогам основной волны 205 человек были зачислены в КФУ с наивысшим баллом единого государственного экзамена. Из них 25 с переравненным к ЕГЭ результатом Олимпиад, включенных в перечень Министерства образования. 25 августа ожидается основной приказ о зачислении на бюджетную форму обучения магистратуры. Ариатна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.